Я, возможно, разочарую вас, потому что вынужден буду использовать в ответе столь замусольное в последнее время слово, как инновация. Но не нужно этого пугаться, потому что под инновацией мы должны понимать всего лишь интеграцию в новое. В итоге потребительская аудитория, по большому счету, давно уже не существует в рамках рекламного носителя перед глазами тактильного бумажного, либо телевизионного, либо какого-либо еще аудио-визуального. Реклама, конечно же, будет вторгаться во все сферы жизни человека, причем во все ареалы нахождения человека. Я предполагаю, что вскоре пойдет вторая волна так называемой клубной рекламы. Предполагаю, что вскоре юристы обслуживающие... Это, простите, это у меня, я не отключил звук, сильно мешает он? Ну хорошо, пускай монашки-доминиканки поют, это создает какое-то ощущение комфорта. Несомненно, реклама будет вторгаться во все зоны, во все ареалы обитания человека. Я прогнозирую вторую волну клубной рекламы, поскольку, чем больше мы говорим о кризисе, тем больше определенная социальная группа направляет свои стопы в те места, где нужно отдыхать, причем ежедневно, а не только в выходные дни. Я прогнозирую вторую волну возрождения продакт-плейсмента, потому что юристы, обслуживающие рекламные, маркетинговые агентства, уже почти научились обходить закон о запрете продакт-плейсмента, который вот уже 365 дней как незаконен в нашей стране. Но все по Салтыкову щедрено. Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Поэтому, чем больше припон перед рекламистами, тем больше абсолютно инновационных новых подходов в поиске носителей рекламы. Чем больше будут вытаскивать, снимать из городов и запрещать уличную рекламу, тем более активно она будет вторгаться в иные ареалы. В конце концов, максимум три года для Москвы, максимум пять лет для иных регионов Российской Федерации дают, чтобы лифтовые кабины стали абсолютно интерактивными. Максимум три года можно дать для того, чтобы остановки общественного транспорта стали интерактивными по звуку, по цвету, по аромату. И именно сенсорный маркетинг, ориентированный на пять чувств человека, будет давлеть во все последующие годы.